Всем привет, друзья мои! Посмотрите, как у Батуми дождь! Я жду такси. Очень большой дождь, как из-под ведра был, целый час. А сейчас вроде бы стало более-менее. И вот стою на углу и жду такси, но оно что-то не идёт. Где мой Максим? Тут самое дешёвое такси, Максим, говорят. Но я не вижу, где оно. Почему-то мне не звонят. А, вот, по-моему. Все прелести и дождя я почувствовала вся мокрая, как улица. Пойдите, те же говорят, бабуля мокрая пришла, как улица. Да, вот такой дождик в Дюэйзе, дни была такая жарище. Я, знаете, что, не знаю, какой здесь интернет. У меня сутки не загрузилось везде. Что происходит, не знаю. И я до сих пор жду такси. Такая, оказывается, проблема. Все садятся, а я позвонил, что моя машина ещё не выехала. Так, мы будем ждать. День начинается неплохо. Посмотрите, как конец света. Обалдеть. Пипец, короче, друзья мои. Видите, что происходит. Вот такая погодка в Батуме. А я хожу по делам. Не повезло мне сегодня. Ну ничего, значит, так должно быть. Сколько машин едет Акси, только не Максим мой. Приключения. Мои дорогие, Светлана, там бродит по такой погоде. Вся мокрая, как курица. Слова у меня нету. Я не знаю, что происходит. Сегодня, наверное, не такой удачный день, как я бы думала. Хотя я в этом доме юстиции, не в министерстве, а в доме. Мне надо обратно приходить. Взяли. У меня не 25 лари, а 40 лари опять засрочные, чтобы сегодня подготовили. И ещё надо возвращаться. Такси стоит 3 лара с моего дома. От моего дома до улицы Бараташвили 4,10. Но сейчас я приехала в Витеби-банк. Карта моя опять не готова. Сказали, система не работает. Пошла, узнала насчёт билетов здесь. У них тут ремонт до сентября. Короче говоря, надо ехать мне. Не знаю, куда ехать. Мы что-нибудь придумаем. Просто знаете, что те билеты на самолёт не получила взять, потому что их нету. И вот сейчас они подорожали в 3 раза. Ну зачем я буду платить в 3 раза? Я же не такая дура. Эти деньги как трудно зарабатывать. Я не собираюсь разбрасываться ими. Пешком пойду с детьми своими. Шутка, конечно. Сейчас какие у меня планы? Сейчас у меня в планах. Пока у меня есть время, чтобы ждать, когда включится система Витеби-банка. Я сейчас должна встретиться с одной моей подписчицей, которая тоже находится на отдыхе в городе Батуми. И мои друзья. Она тоже улетает завтра. И вот сейчас, наверное, шанс такой встретиться у меня с ней, потому что другое время не получится. Друзья, я нахожусь возле пьяцца. Вспомнила название. И это самый дорогой район. Самые дорогие рестораны, самые дорогие кафе. Я с вами сейчас погуляю и покажу вам всю красоту. И, кстати, здесь рядом находится церковь. Вот туда бы я очень хотела зайти. Посмотрю сейчас, если будет это возможно. И я еще хочу купить свечи. Вот такой вот старый Батуми. Вот такие улицы красивые. Красота! Вот такие магазины, сувенирные. А вот пьяцца. Красивая пьяцца. Такая красота. Вот церковь находится здесь. Наша церковь. Не знаю, сейчас будет время мне пойти или нет. Несмотря на такую ненастную погоду, здесь просто красиво очень. Только туристов переполнены Батуми. Туристы. И я тоже туристка. Вот так вот. Какая романтика. Стою возле отеля Бату. Нашла. О, проходит мимо меня. Тихо, тихо, тихо. Не обратила. Чтоб обеспокоила меня. Сдвинула. Вот такой красивый отель Галогре Олик. В общем, здесь, конечно, цены подороже. Самый дорогой, мне кажется. Это самое дорогое место. А я стою и жду. Мокрая такая. Таких дождей в Мерсии я не видела. Вот чудо. Смотрите, какая ее мокрая. Вот это дождик. Сейчас я буду. Что? Знаете, что Хайхан? Что еще? Лето. Потому что я говорю, Батуми самый такой влажный. Влажное место на всей земле, где очень много осадков. Друзья мои, если еще идти внимания, что я такая мокрая, как урица. Сейчас посмотрите, с кем я встретилась. Это Олеся, моя подписчица. Привет. Очень приятно, что меня помнят. Особенно Батуми. Да. И чисто, конечно. Это очень приятно. Мы сейчас с ней пообщаемся. Может, потом вам что-то расскажем. Встретились в Батуми. Возле церкви вот такой вот кафешка. Сидим, общаемся. Ставьте лайки, лайки. Друзья мои, только Светлана Ата может ходить в такую погоду. Вы посмотрите, какой дождь. А вот эта пьяца красивая. Я иду. Я еще так не ходила с детства, помню. Вот, смотрите, какая красота. Посмотрите, видите, как красиво. Гостиница, все тут кафешки. И Светлана Ата идет. Идет. Ищет приключения. Я встретилась с Олесечкой. Мы с ней буквально, у нас было полчаса. Поболтали. Познакомились. Но наше знакомство продолжится обязательно. Ну, друзья мои, чудеса сбываются, мечты сбываются, когда ты веришь во все хорошее и позитивный человек. Все сидят и смотрят на меня. Какая Светлана дура, вот тут лазить в этой погоде. Мокрая, как курица. Сейчас моя подруга должна приехать на машине, поэтому я в движении. Вы понимаете, почему я не стою? Потому что меня ждут на улице. И мы едем дальше за моими компьютерами. Посмотрите, какое наводнение в Батуми, друзья мои. Вы видите? Светлана та все путешествует. Смотрите, какой у меня крестник. Он меня возит в свою крестную маму. Не кушай, мой. Дожилась я, что крестник меня возит везде. Друзья мои, какой страшный у нас автовокзал. Пипец, посмотрите. Все течет, дождь идет и все течет. У нас. Кошмар. Я не нашла здесь метро, офиса. Я хотела здесь не выехать отсюда, прямо на автобусе, но не нашла. Пипец. Забрали деда в садик. Потому что такая погода, что пока дождь перестал, мы воспользовались с возможностью. Дедя, посмотрите, какая шапка. Ливочка. Ливочка. Попать-ка. Погода распогодилась. Много людей повыбегало на улице. Я тоже оставила внуков и прибежалась. Похожу клинику зубного, чтобы, в свою очередь, сегодня обо мне силы действовали. Также я ехал. Придет порядок уже. И мне кажется, что сегодня я закончу свои деды. Станово. Но еще нужно мне уехать в эти бибанк. И потом опять в том юстиции, чтобы мне... Чтобы забрать документы. А потом мне нужно еще сходить за медом. Дела не заканчиваются. Куда мы пришли с детьми и с мамой в Карпор? Хочу загрузить холодильник перед отъездом. Сами знаете, чтобы у мамы все было. Мы делаем видео, как всегда. Да, продукты. Мама еще здесь никогда не была. Вот я решила сделать им такой праздник. Давай. Покажу сейчас свои зубки. Мама серьезная. Да. Потом говорят люди, что ты нелюбезная. Обиженная. А вот я со своими красивыми зубами. Еще завтра остался один из целых. Ребят, я вас люблю. Все, друзья мои, пошли мы на работу. Да. Какой большой карпур здесь. Как подорожало спиртные напитки в Турции. Ой, в Турции, в Грузии 55-10. Вот какая-то водка. Да. И Лар-10 на Беглаве. У меня глаза разбежались. Мне плохо. Я купила селедку себе. И сегодня, наверное, ее покушаю. А тут, боже мой. Боже мой, друзья. Как я соскучилась по этим вкуснятиям. А дети мои увидели живых рыбок. Все, пойдемте. Посмотрите. Я не вижу, по чем пурок. А это что? Можно и такое купить. Осьминог. Всем привет. Гречки набрала и для себя, и мама набрала. Что я могу сказать? Мама, ты капусту не хотела? Капусту. А грибы какие 9,70? Все равно, друзья мои, Турцию не сравнить. Турцию не сравнить. Вот я купила колбаски, взяла себе селедочки. И купила, знаете что? Бутылочку пива. Хочу попробовать. Ну, не сегодня, а субботу, воскресенье. Посмотрите на них. Как здесь классно. Такие вкуснятины там продаются. Обалдеть. Идем мы на паспорт. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик. И на все уведомления. Субтитры подогнал «Симон»!